Субтитры создавал DimaTorzok На прошедшем уроке мы упомянули 51 предание, которое имам. Следующее упоминание, которое упомянул Абу Хай Самарахималлах, это хадис от Ибн Абил Абид, который сказал Закарас Расуллаллахи саллаху алейху ассаляму ашейан Упомянул посланник Аллаха саллаху алейху ассаляму одно из вещей и сказал И это произойдет в то время, когда покинет людей знания И сподвижники сказали О посланник Аллаха, как может уйти знания в то время, когда мы читаем Кур'ан И обучаем Кур'ану наших детей Наши дети будут обучать своих детей Как может нас покинуть знания, когда среди нас есть Кур'ан? Тогда сказал пророк саллаху алейху ассаляму А разве иудеи и христиане не читают Таврат и Инджиль? Тару и Евангелие И никакую пользу из этого не извлекают Указывая на то пророк саллаху алейху ассаляму, что только лишь одно чтение Кур'ана Этого недостаточно Тот факт, что он читается среди людей Не говорит о том, что среди людей остается быть знания И когда люди оставляют размышления над Кур'аном И делают акцент только лишь на его заучивание То покидает людей знания Потому что покидает людей понимание этого писания Просто лишь формальность чтения и не более Также это указывает на важность и достоинство изучения такой науки, как Тавсир Размышления, понимания, смыслов священного Корана И как мы на прежнем уроке говорили Что тот факт, что человек является хафизом Это не говорит, что он алим Это не говорит, что обязательно, что он ученый, что он понимающий Он может просто знать наизусть книгу Аллаха Но не понимать его смыслов, не практиковать его жизнь Также это указывает на то, что необходимо Возвращаться в вопросах и в приобретении шарлядского знания К ученым, обладателям знания Чтобы понимать Кур'ан и сумму правильным пониманием И то, что иудеи и христиане читают Писание И по сей день они читают Могут даже целый день этому занятию посвящать Однако нет пользы от этого чтения Как сказал Всевышний Аллах Те, на которых был возложен Таврат И потом они его не понесли Они подобны Аслам, которые несут на себе книги У них есть знания, есть понимания Однако нет воплощения этого жизни Нет практикования этого Писания в жизнь То, что велись Всевышний Аллах Поэтому очень важно объединять все эти составные Как чтение, заучивание Так же понимание и воплощение этих аятов в жизнь И грош нам цена, если мы не воплощаем Кур'ан в жизнь Если мы не живем по Кур'ану А просто читаем Или он у нас читается дома В телевизоре, на телефоне И на этом ограничивается Кур'ан был не способен для того, чтобы мы практиковали его Для того, чтобы мы жили в соответствии с ним Не просто брали его, как формально свешивать на стены себе На шеи своим детям Не для этого был не способен Кур'ан Для того, чтобы размышлять над ним И жить по нему Поэтому сохранение знания Бывает посредством понимания этого знания И воплощения его в жизнь А потеря знания Это потеря понимания И потеря поступков в соответствии с Писанием Так же Аллах описывает людей Писания Говоря Даже само название Люди Писания У них есть Писание Однако не извлекает из-за этого пользу Они остаются быть неверующими До тех пор, пока не последуют за Пророком Мухаммадом Саллаху алейкум Аллах говорит Упрекая людей Писания в их неверии Что они поступают несправедливо И вы же читаете Писание То есть вы это все знаете Как вы можете отворачиваться От правого пути Следующее предание Которое упоминает Абу Хайсам Передается от Ибн Аббаса Ради Аллаху Анхума Который сказал А знаете ли вы Каким образом происходит То что покидает знания Землю Покидает людей знания Коаля кульна ля Тогда мы сказали нет Говорит Коаля анядхабаль улема Он сказал Посредством того Что уходят ученые Уходят обладатели знания И на это указывают Слова пророка Саллаху алейкум Который сказал Аллах не забирает Знания из грудей Рабов Кто знал и забыл Нет Аллах забирает Посредством смерти Умертвения Ученых И тогда До тех пор Пока не останется Вообще ученых И люди возьмут Для себя Имамами Невеждь И будут обращаться К ним за вопросами И те будут заблуждаться И будут заблуждать Всех остальных И Аллах И Аллах забирает Ту или иную Милость Земли По причине Того Что люди Ее не ценят По причине Того Что люди Ею не пользуются Аллах Забирает То есть Это указывает На то Что ближе К судному Дню Людей не будет Волновать Вопрос Приобретения Шарьярского Знания Люди не будут Этому Отдавать Должного Внимания И уважения Их заботы И интересы Будут совсем В других вещах Запретном Грехах И ослушании Всевышнего Аллаха Поэтому Аллах Заберет Эту милость Заберет Знания Земли Также На это указывает Хадис Который Пророк Сказал Из признаков Судного дня Что Аллах Поднимет Куран Как понять Поднимет Что уже Люди будут Открывать Куран И не найдут Там Ничего Кроме Пустых Листов Почему Аллах Поднимет Куран Потому что Люди Не будут Возвращаться Куран Потому что Люди Не будут Жить По Куран Люди Не будут Воплощать Жизнь И Аллах Заберет Эту милость Нет Необходимости Значит Раз люди Ее Не ценят Поэтому Если Если Дашь Своему Ребенку Тот Или Подарок И Он Не Ценит Он Его Внимание Не Обращает Скажи Зачем Я Заберу И Отдам Тому Кто Больше Нуждается Следую Придание Которое Упоменяет Абу Хайсама Рахмаллах От Ибн Аббас От Ибн Масуда Ради Аллах Он Который Сказал Иттаби'у Вала Табтадь'у Фа Куфитум Вакул Любит Атин Даля Эти Короткие Слова Великого Сподвижника Абдулла Ибн Масуда Указывают На Великие Смыслы Которые Они Себе Содержат Кратце Он Сказал Иттаби'у Следуйте То есть Следуйте Путем Пророка Мухаммада Саллаху Алейхи Васселам Вала Табтадь'у Но Не вносите В религию Новшества То есть Не выдумывайте Что-то новое Не придумывайте После того Как вам Прошел Посланник Аллаха Саллаху Фа Куфитум Поистине Вам этого Достаточно То есть То что Вам было Ниспослано Из Писания Истунной Пророка В нем Есть нам Достаточность Нет необходимости Что-то новое Придумывать То как Узаконил Религию Аллах И его Посланник Саллаху Алейхи Нам этого Достаточно Сунна Она Обхватывает Всю жизнь Человека Все Все До мельчайших Деталей И подробностей И нет Нужды В том Чтобы Что-то Выдумывать Говорить Что Вот здесь И тот Кто Выдумывает Новшество Он как будто Бы говорит Что есть Какое-то Упущение И недостаток В пути Пророка Саллаху Алейхи И поистине Всякое Новшество Есть Заблуждение Он не Сказал За исключением Хорошего Новшества И тому Подобное Любое Новшество В религии Всевышнего Аллаха Это Заблуждение Почему Заблуждение Потому что Это Противоречие Пути Посланника Аллаха Саллаху Алейхи И И И Нет Необходимости Чтобы Человек Выдумывал Что-то В религии И говорил Вот сейчас Это более Актуально Это больше Подходит В этом Благое Для Мусульман И тому Подобное Все Что Благое Которое Может быть Нам На это Указал Посланник Аллаха Саллаху Алейхи Как ты Можешь Приходить К Алками Алками Это Один Из Великих Имамов Таби'инов Последователей Сподвижников И Оставляешь Сподвижников Пророка Мухаммада Саллаху То есть Когда Некоторые Из них Остались Еще Живых Он Сказал О Сын Мой Поистине Послание Сподвижники Пророка Мухаммада Саллаху Спрашивали Его То есть Это Указывает На Достоинство Такого Имама Таби'ина Как Алкама Однако Это Не Указывает На То Что Таби'ин Последователь Сподвижников Он Высший Положением Чем Сподвижники Никто Никогда Не сможет Сравниться С Сподвижниками В их Положении В их Степени В религии Аллаха В то Время Когда Они Помогали Пророку Мухаммада Саллаху Когда Люди Стали Против Него Они Были Рядом И Их Положение Велико И Ни Одно Поколение Не Сможет С ними Сравниться И В этом Нет Разногласий Среди Ученых Здесь Указывается На То Что Некоторые Таби'ины Больше Взяли Из Знаний Некоторые Чем Нежели Чем Некоторые Из Сподвижников Аллах Выделил Сподвижников Тем Что Сделал Их Помощниками Пророка Саллаху Алейху Ассалям Однако Некоторые Таби'ины Были Больше Заучили Хадисов А Причина Этому В том Что Сподвижники Они Больше Выделяли С тем Что Они Больше Поступков Делали То есть У них Были Большие Цели И задачи Распространения Этой Религии И они Не стояли На месте Они Передвигались Из местности В местность Чтобы Эта Религия Дошла До Всех Остальных И Помилови Аллах Распространилась Эта Религия Дошла До Нас По Причине Усердия И стремления Которые Воплощались Сподвижники Пророка Мухаммада Саллаху Алейх Ассалам А Таби'ины Они Больше Были заняты Тем Что Собирали Хадисы Собирали То Что Слышали От Сподвижников И Не было Уже На тот Момент Такой Нужды В Открытии Земель Для Мусульман В тот Момент На то Время Земли Для Мусульман Были Открыты В частности Во время Умара Ради Поэтому Таби'ины Большую часть Своей Времени Посвящали Знания Посвящали Записыванию Заучиванию Распространению Передается Что Халид Бин Валид Ради Аллаху Знал Всего Несколько Сур Наизусть Почему Он знал Так Мало И Он Когда Брал Куран В руки Он Плакал Говорил Что Отцелег Меня От тебя Джигат На пути Аллаха Потому Что Он Всю Свою Жизнь Провел В том Чтобы Распространять Религию Аллаха Своей Рукой Следующее Предание Которое Упоминает Абул Хайсамар Рахима Аллах Каля Каля Ли Ибра Им Это Также Указ Тоже Предыдущий Асар Что Может Быть Некоторые Сподвинчики Много Не знали Все Это Знание Может Было На нескольких Листах Можно Было Написать Бумаги Вера Аллаха Вера Судный День Вера Предопределение Все Основные Столпы Однако Эта Вера Глубоко Была В сердцах И она Воплощалась В поступках Однако Сегодня Люди Мы Видим Это Тоже Из признаков Судного Дня Распространение Большое Количество Книг Однако Такого Качества Такой Пользы Нет От Этого Знать Теории У людей Воплощение Жизни Этого Знания Мало Кто Это Воплощает Просим У Аллаха Успех Следующее Предание Которое Упоминает Абу Хаифам Рахмала От Ибрахим Аннахай Это был Один Из Ближайших Учеников Ибн Масуда Сказал Я Говорит Услышал Хадис От Абу Зур' И Спросил Об этом Хадисе После Этого Я Через Два Года Спросил Этот Хадис И Он Говорит Не Упустил Из Этого Хадиса Ни Одной Буквы То Точно Так Же Как Он Мне Сообщил Прежде Точно Так Же Через Два Года Его Сообщил То есть Это Указывает На Сильную Память Этих Имамов Ученых То Что Они Передавали Знания Так Как Его Услышали Не Искажая Его Смыслов Не Добавляя Ни Одну Лишнюю Букву Также В этом Мы Учимся Тому Что Когда Ты Передаешь Знания Будь Точин Будь Точин То Есть Не Говори Что То От Себя Если Ты Где То Забыл Не Говори От Себя Вернись К Источнику Убедись Его Достоверности И Потом Передавай Его Потому Что Это Ответственность Перед Сивущим Аллахом Судный День Что Если Ты Будешь Распространять То Что Ты Не Знаешь То В чем Ты Сомневаешь Не Достоверности Люди Могут Последовать За Этим И Ты Будешь Нести Ответственность Следую Предание Которое Упоминает Абу Хайсам Рахмала От Убайда Ибн Умейра Который Сказал Ман юриду Аллаху Беги Хайра Нифа Киху Фиддин Ва Юлхиму Рушдаху Фиги Это Эти Слова Начало Его Это Слова Пророка Солсом Это Из Хадиса Котором Пророк Солсом Сказал Тот Кому Аллах Желает Блага Дает Ему Понимание Религии Мы Об Этим Хадис Уже Говорили Что Из Признаков То Что Аллах Желает Блага Внушает Своему Рабу Любовь К Знанию Любовь К Собраниям Знаний Слушанию Записыванию А Из Признаков То Что Аллах Не Желает Блага Рабу Что Человек Отворачивается От знания Обладателя Знания И Не Хочет Узнавать Для себя Новое Свою Религию И К Этим Славам Добавил Этот Имам Ваил Химгу Рушдагу Фиги Вместе С тем Что Аллах Дает Понимание Также Внушает Рабу Воплощение Религии Жизнь То есть Воплощение Этого Знания В поступках Потому Что Есть Много Людей Которые Знают Востоковеды И Другие Они Тоже Знают И Правильно Они В отличии От Большинства Тех Кто Прочитает Север Ислам Они Правильно Понимают Религию Знают Кто Из Групп Мусульман Знает Религию Правильно И Доносит Правильно Однако Они Не Мусульмане Они Востоковеды Они Философы Могут Быть Там Различные Свои Профессии Знаем Однако У них Нет Воплощения Этого Знания В жизни То есть Мало Того Что У человека Есть Знание Более Также Немаловажно Это то Чтобы Это Знание Человек Воплощал В жизнь Чтобы Аллах Внушил Рабу Делать Это В своей Жизни Поступать В соответствии С этим Знанием И Этот Тауфик Это успех Только От Аллаха Только От Всевышнего Аллаха Иудеи Иблис Тоже Знают Однако Нет Воплощения Знания Поэтому Часто Надо Просить Всевышнего Аллаха Чтобы Дал Успех Делать Дела И Посланник Аллаха После Каждого Из Намаза Говорил Аллах Помоги Мне Благодарить Тебя Поминать Тебя И Наилучшим Обратом Поклоняться Тебе Посланник Аллаха Лучший Из Людей Просит Аллаха О том Чтобы Аллах Помог Ему Делать Поклонение И Поминание Потому Что Мы Ни на что Не Способны Сами По Себе Мы Сами По Себе Если Аллах Нас Оставит Без Своей Поддержки Без Своего Даже Один Земной Поклон Сделать Сколько Людей В Этой Мир Которые За Всю Свою Жизнь Ни Одного Земного Поклона Аллаху Не Сделали Астагфир Никогда В жизни Не Сказали Куран Ни Одну Букву Не Прочитали Не Говоря О Других Так Живед Поклонения А То Что Аллах Тебе Дал Это Сегодня Это Милость Аллаха Аллах Тебе Успех Дал Аллах Тебя Разбью На Утре Намаз Чтобы Ты Пришел На Намаз Чтобы Ты Послушал Урок Всех Нас Так же Это Милость Всевышнего Аллаха Поэтому Человек Не Должен Полагаться На Свою Душу И Думать Что Он Сам По Себе Такой Праведный Что Он Сам По Себе Может Делать Ни На Что Неспособ Мы Если Аллах Нас Оставит Без Успеха И Так же Дуа Пророка С Аллах Алей Ассалям Концовка Этого Дуа О Аллах Не Оставляй Меня На Едине С Моей Душой Даже На Мгновение Ока Потому Что Если Аллах Оставит Нас На Едине С Нашими Душами То Мы Погибнем Последуем За С Следующий Предание Которое Упоминает Абу Хайсам Рахм Аллах Хаддат Ни Шейх Мин Мин Абс Сапшил Мне Один Из Людей Из Племени Абс Сахиб Салман Фа Арадту Ан Айин А Та Алла Мин Ху Ан Ах Дим Он Говорит Он Таби Я Сапровождал Салман Альфарис Салман Альфарис Один Из Великих Пророк Ассаллах Али Ассалям Его История Принятия Ислама Очень Интересна Как он Принял Ислам Через Какие Этапы Он Прошел И В нем Есть Урок И Назидание Для Каждого Верующего Салман Альфарис Передает Этот Таби Что Я Сопровождал Салман Альфарис И Я Хотел В пути В этом Котором Я его Сопровождал Помочь Ему И Прислуживать Ему В дороге То есть Если Нужно Будет Приготовить Еду Если Нужно Будет Полить Ему Воду Что Мы Совершу Омовение Подать Ему Одежду Обувь И тому Подобное То есть Это Было Из Обыча Из Того Что Практиковали Некоторые Табиаины По отношению К сподвижникам Чтобы Взять У них То Знание Которое У них Было И Я Говорит Сделал Так Что Всякое Благое Дело Которое Я ему Делал Я Нашел Что Он Тоже Так Мне Делает То есть Он Не Говорил Только Ты Делай То Что В чем Есть Нужда То есть Что Бо Я Не Сделал Он Так Ж Мне Добром Отвечал На Это Также Передается Что Один Из Табиинов Передает Я Говорит Вышел Сафар Вместе С Ибн Умар Это Сын Умара Ради Аллаху Я Вышел С ним Сафар Хотел Ему Прислуживать В пути По факту Получилось Так Что Наоборот Он За Мною Ухаживал И Дальше Говорит Этот Табиин И Тогда Мы Напоили Я Говорит Аллах Однако Надлежит Тебе Брать То Знание В котором Ты Приобретешь Максимальную Пользу То есть Указывает Что Знаний Много Наук В религии Аллаха Много Основные Второстепенные И Всю жизнь Может Человек Обучаться И Знание Не будет Уменьшаться Из-за Этого Однако Говорит Возьми То В чем Ты Больше Всего Нуждаешься Что Указывает На Поэтапность В Приобретении Шариатского Знания То есть В первую Очередь Возьми То Чем Аллах Тебя Обязал Что Аллах Обязал Тебя В поступках Что Аллах Обязал Тебя В сердечных Поступках Телесных Поступках А после Этого Все Остальное Потому Что Есть Некоторые Люди Которые Могут Долгие Годы Посвящать Изучению Например Грамматики Это Хорошо Конечно Это Из религии Но Это Не Первостепенное Возьми Первостепенное Возьми Единобожие Ла Илляхи Илляла Мухаммад Расулли Посредством Чего Ты Спастешься За зваление Аллаха От огня Как Воплотить Жизнь Тора И чего Был ты Создан Это Первостепенное А потом Бери И все Остальное Нашей жизни Может быть Недостаточно Для того Чтобы Обхватить Все эти Науки Возьми Первостепенное И Переходи К дальнейшему Просим Аллаха Вести Нас Правым Путем Даровать Нам Терпение И стойкость На Его Религии Простить Нам Наши Грехи И упущения Просим Аллаха Внушить Нам Совершение Благих Поступков Воплощения В жизнь Того Знания Которым Аллах Нас Наделил Просим Аллаха Даровать Нам Правильное Понимание Его Религии Укрепить Наши Стопы Его Религии Простить Нас Наших Родителей Умертвить Нас Благим Концом И вести В рай Без расчета И наказания Амин Субханах Аллах Ма Бхамм Ашхаду Аллах Иллях 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 Астагф Рука Атагу Иллях Бхамм Бхамм Аллах